Друзья, приветствую всех новостью UFC на ваших экранах и вы очевидно уже догадались, у нас короткий прогноз разбор к противостоянию Брайан Келлахер и Умар Нурмагомедов. Отдельно стоит отметить, что это второй бой Умара Нурмагомедова под эгидой лучшего промоушена мира и сумеет ли россиянин продлить свою беспроигрышную серию? Ответ узнаем уже совсем скоро и в свою очередь я сразу предлагаю пройтись по антропометрии бойцов. Брайан Келлахер – 35-летний боец ростом 1,68 м, в активе которого 36 боев в профессионалах ММА. В 24 поединках вышел победителем и 12 раз проиграл. Очень крепкий боец, который в UFC выступает достаточно давно, около 5 лет. И в последнее время Брайан демонстрирует неплохие результаты, одержав 3 победы в 4 схватках. Умар Нурмагомедов – 26-летний боец, рост которого 1,73 м, то есть чуть выше соперника, провел 13 поединков за профессиональную карьеру, во всех схватках выходил победителем, является родным братом Усмана Нурмагомедова и двоюродным Хабиба Нурмагомедова. И пока что до конца непонятен потенциал Умара, ведь он провел в UFC всего лишь один поединок. Но бойцы фамилии Нурмагомедов обычно показывают хорошие результаты. Итак, что же нам покажут бойцы? Брайан Келлахер, несмотря на то, что имеет борцовскую базу и большую часть своих побед он одержал с обмишинами, все же лучше он себя чувствует в стойке. Однако нельзя сказать, что он проявляет в этом аспекте много активности. В основном Брайан выжидает, чтобы нанести один точный и сильный панч. Умар Нурмагомедов же будет сильно превосходить своего соперника в габаритах. Это очень крепкий физический боец, который, как и большинство соперников из команды Хабиба, делает упор на свои борцовские навыки. Кое-что россиянин умеет и в стойке. Умар выкидывает удары под различными углами, умеет бить ногами, руками, коленями, локтями, то есть полный арсенал. Но использует это он в основном, чтобы подготовить удобный момент для проведения тэкдауна. Неудивительно, что большую часть побед в 46% Умар одержал болевыми и удушающими приемами. И тут Нурмагомедов является фаворитом. Но главный минус Умара на данный момент это опыт. Конечно же 13-0 выглядит солидно, но оппозиция была малоизвестна. И лишь три поединка выделяются из его списка. Первые два прошли в рамках ПФЛ и один в UFC. А тем временем Брайан ветеран, который за последний год вышел, можно сказать, на новый уровень и уступил решениям довольно известным ребятам. Подводя итог прогноза, Умар выше и у него будет серьезное преимущество в размахеру, который россиянин постоянно использует по максимуму. Умар очень хорош в стойке. У него превосходные навыки тайского бокса, но все же ожидаем, что доминировать Нурмагомедов должен над абонентом в портере. Ведь борьба является визитной карточкой Умара. Келлахер в целом достаточно всесторонне развитый боец, однако его не назовешь топом. Средняк и не более того. Во всех важных поединках Брайан исправно терпел поражение, проиграв Вери, Стэмону, Линекеру и так далее. По навыкам ведения боя Нурмагомедов должен однозначно быть сильнее всех этих парней, и я считаю, что у Келлахера шансов немного, поскольку, как мы знаем, у Умара Нурмагомедова акцент на борьбу, а как работает борьба из кавказских регионов, так же все видели и знают. А тут еще и факт, что Брайан часто попадается на сабмишин, и я думаю, Умар постарается воспользоваться этим слабым звеном. Прикормит Брайана ударами по разным этажам, ну а далее мышеловка захлопнется. Может быть Келлахер на сегодняшний день и самый опасный соперник для Умара, но Умару точно по силам его одолеть. И мой прогноз – досрочная победа Умара Нурмагомедова, с большей вероятностью, что бой не продлится более двух раундов. Ну а вы, дорогие друзья, также делитесь своими прогнозами в комментариях, подписывайтесь, поддерживайте ролик лайком, ну и услышимся в следующем ролике. Всех благ вам, пока-пока.